Салют, я Харли, а это ГИК ТВ. Знаете, меня очень радует последняя тенденция, благодаря которой рушится и ломается на глаза безупречный образ принцессы. На смену правильным, безумно красивым, белозубым и вечно беспомощным кисейным барышням пришли суровые, нелепые, неловкие, но способные постоять за себя представительницы королевских династий. В первую очередь это, конечно же, коснулось сферы мультипликации, но постепенно и начало добираться до игровой индустрии. И пусть вас не пугает тот факт, что оригинальное название сегодняшней игры выглядит так, будто сатана кинул вам в лицо рандомными английскими буквами. Потому что произносится это все очень даже легко. Чок, поехали! Чок – это приключенческий Point and Click квест с ручной и покадрово анимированной 2D графикой. Игра полна черного и не только юмора и загадок. Сюжет рассказывает нам о сказочном королевстве, в котором правит королева, у которой есть милая дочь принцесса Чок. Что произошло с королем, тайно покрытое мраком. Однажды королева уехала на войну, забрав с собой почти всех людей. И в это время злой колдун захватил королевство, а юную принцессу бросил в темницу. Игроку нужно будет преодолеть огромное количество препятствий и решить множество загадок, чтобы выбраться из замка и спасти себя и все королевство. История принцессы Чок, как и сама принцесса, влюбляет в себя с первых минут. И несмотря на то, что вступление очень сильно похоже на абсолютно любую сказку, с первых секунд геймплея нам дают понять, что будущая правительница королевства не так проста, как кажется. И первое впечатление не обманчиво. Вы только посмотрите на это суровое лицо. Лично я сразу вспоминаю старую фотографию с очень суровой девчушкой на ней. На протяжении всего прохождения принцесса Чок будет проявлять недюжую смекалку, изобретательность и смелость. И не знаю, как у вас, но лично мне игра напомнила горячо любимую Child of Light. Ну, разве что более мультяшную и менее серьезную версию. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, вызывает ли у вас эта игра такие же ассоциации. Что же касается геймплея, то это, как было сказано ранее, классический point-and-click квест. Рассчитанный на все ваше внимание, так как следить нужно будет за каждой мелочью и мельчайшими изменениями на экране. Но не волнуйтесь, прохождение не ограничится одними лишь кликалками по экрану, так как все это будет очень умело разбавлено головоломками на время, а также на вашу внимательность и концентрацию. Например, задание, в котором нужно будет заштопать волшебную сумку, в определенном моменте стало просто невыносимым. Самая заебищная головоломка на моей памяти. 10 из 10. Если вы считаете, что Чок – это очередная 2D-шная добрая сказочка, то очень зря, потому что игра имеет двойное дно. Под толстой коркой юмора прячется небольшая, но очень понятная многим семейная драма. Как поняла лично я, то это история одного из разработчиков игры. Если честно, более какой-то конкретной информации не нашла, поэтому, если вы знаете что-то большее, то делитесь ссылками, ну, либо просто рассказывайте об этом в комментариях. Я буду вам признательна. Зарывшись в работу, мужчина начинает терять связь с реальностью и, самое главное, со своей семьей. Именно поэтому в конце, когда уже подходит кульминация, вся эта сказочная мишура начинает покрываться трещинами и через них лезет реальный мир. Главное, что вам стоит понять для себя, так это то, что эта игра про настоящих людей и про реальную историю, а не про какое-то абстрактное сказочное королевство, населенное королями, королевами, колдунами и драконами. Объяснила как-то очень абстрактно и непонятно, но это, пожалуй, единственное, что я смогла сформулировать и при этом вам не наспойлерив. Ну и напоследок о персонажах. Местный бестиарий состоит в основном из вороноподобных довольно нелепых монстров, от одного взгляда на которых хочется смеяться от всей абсурдности их вида. Но также вас будут ждать и более уникальные герои, такие как королева, злой колдун, дружелюбные тентакли, злая крестная фея и, конечно же, очень вредная киса. Подводя итог, хочется сказать, что единственное, чего не хватает игре, это времени. Действительно, чок затягивает вас с первых секунд, и вы глазом не успеваете моргнуть, как история уже закончена. Единственное, что радует, так это то, что она и правда закончена. Она имеет очень крепкую, логическую и непроседающую структуру. Наша оценка истории про принцесс-сучок – 10 авокадо из 10. На этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки, вступать в нашу группу ВКонтакте и делиться своим мнением в комментариях под этим видео. Ну и, конечно же, подписываться на наши инстаграмы. А мы с вами увидимся через неделю. С любовью, Харли! Субтитры сделал DimaTorzok